Первомайское утро выдалось по-летнему теплым и солнечным. Нарядная, цветущая улица Красная встречала жителей и гостей Лобинского района. С трибуны земляков поприветствовали первые лица и сотрудники администрации, руководители профсоюзных организаций, почетные граждане. К землякам обратился глава района Игорь Чигаев. Он поздравил с праздником весны и труда, поблагодарил тружеников за упорство, победы и достижения, пожелал новых свершений. Колонны трудовых коллективов начали движение от городского парка. Открыли Первомайское шествие участники мотоклуба «Эскадрон». Эстафету подхватили дети. Участники творческих коллективов подошли к делу творчески. Следом прошагали спортсмены. Звон медалей стал олицетворением большого труда, без которого невозможно добиться высоких результатов. Далее мимо праздничных трибун прошли сотрудники органов управления. Администрации города и района, молодежного центра «Портал», отдела «ЗАГС», управления социальной защиты, пенсионного фонда, культуры и другие. По традиции масштабной стала колонна учреждений образования. 30 общеобразовательных, 29 дошкольных организаций, 4 учреждения дополнительного образования и 4 среднеспециальных учебных заведения. Педагоги прошли по праздничной площади с флагами и шарами цвета триколора. Также участниками праздничной демонстрации стали члены политических партий и общественных организаций, сотрудники учреждений здравоохранения, банков, промышленных, строительных предприятий и предприятий, перерабатывающие промышленности, коммунального хозяйства, транспорта, энергетики и газового хозяйства. Замыкали торжественное шествие сотрудники предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения. Лобинские труженики отметили Первомай с высокими результатами. В праздничных реляциях были озвучены достижения, почетные звания и успехи сотрудников учреждений и предприятий. Всего по Красной в этот день прошли почти 5000 человек. Участники демонстрации своими улыбками, цветами, шарами и флагами прославляли труд, коллективный дух и сплоченность большой команды трудящихся Лобинского района. Праздник продолжился в городском парке. Здесь были организованы развлечения для детей и их родителей. Малыши играли на площадке, для детей постарше работали карусели. Возле касс собрались десятки желающих. Мороженое, сладкая вата, изделия декоративно-прикладного творчества, концертная программа. В парке было интересно и детям, и взрослым. А вечером Лобинцев и гостей города ждала большая концертная программа. Творческие коллективы показали в честь одного из самых любимых и почитаемых праздников свои лучшие номера. Татьяна Щукина, Игорь Исаков и Георгий Сопов, телекомпания Лоба.